Рад приветствовать вас в нашем городе, в нашем спортивном комплексе. С приветственным словом к ребятам обратился глава Перми Дмитрий Самойлов. Открытый кубок главы Перми прошел в спортивном комплексе Победа, открытом к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Площадь более 10 тысяч квадратных метров позволяет проводить здесь соревнования регионального и российского уровней. Это одна из тренировочных площадок для спортивной школы Урал Грейд Юниор. Всего же здесь занимаются более 500 воспитанников разных спортивных организаций. Спортивные мощности Победы оценили участники соревнований из других городов России. Очень комфортно играть, то есть паркет очень хорошего качества, сразу видно, что условия хорошие для игроков созданы. Соперники серьезные, сразу видно, что подготовленные. Думаю, это будет серьезная битва. Соревнования на кубок главы Перми по баскетболу проходят в нашем городе 15-й раз. В этом году за кубок боролись юношеские баскетбольные команды из Перми, Чебоксар, Нефтьюганска и Катитинбурга. Из шести команд три представляли наш город. Забирать кубок нужно. Ну что, мы просто здесь всех сильнее, должны всех выигрывать просто. Соревнования важные. Ну, конечно, хотим занять первое место. Много тактик у нас, и мы стараемся выиграть. Развитие спорта среди школьников и молодежи, а также модернизация спортивной инфраструктуры – в приоритете у городских властей. Только за последние четыре года в Перми появилось более 20 спортивных объектов при образовательных учреждениях. Как известно, Перми – это лучший город для баскетбола. И этот турнир город рассматривает как мостик между великим прошлым баскетболом в нашей стране, в нашем городе Урал-Грей. Очень хорошим, настоящим и прекрасным будущим. Итогом трех дней соревнований стала заслуженная победа хозяев турнира Урал-Грейт-Юниор-1. Кубок главы Перми останется в нашем городе.